В ночь на 23 ноября и утром в Воронеже прошел снегопад. Несмотря на усилия коммунальщиков днем, сервисы Яндекса зафиксировали восьмибальные пробки. В первый день рабочей недели воронежцы встряли в пробках на улицах города. Соответствующие сервисы отображали бордовые и красные цвета, что буквально означало «выходи из транспорта и быстрее дойдешь пешком». Чрезмерно плотный трафик наблюдался почти везде. Хуже всего дела обстояли на Московском проспекте. Не лучше было и на 20-летие октября у Остужевского кольца и Димитрова. Ленинский проспект тоже не отставал. И это несмотря на то, что всю ночь трудились коммунальщики. Однако утром водители все же столкнулись с так называемой кашей на дорогах. При службе мэрии отметили, что при этом можно было ездить безопасно, но если соблюдать скоростной режим и следить за манерой езды. Снегопад продолжался примерно до обеда. Сотрудники комбинатов по благоустройству районов трудились и после завершения осадков. Помимо автомобильных дорог нужно привести в порядок и тротуары. Сначала мини-трактора подметают тротуары, потом песоксоленной смесью я вот посыпаю. И ПРК трактора тоже посыпают. Льда не образуется, все прекрасно. Люди не скользят, не падают. Все хорошо. По словам сотрудников комбината, единиц техники хватает. Но работать в условиях непогоды трудно. Избежать утреннего затора в период снегопада практически невозможно. Соль с песком, она не сразу действует. Ее рассыпают, она должна каша быть. Машина должна ее растаскать. Только потом она начинает действовать. Она сразу не действует. Это нормально, это норма. Только за ночь израсходовали почти 800 тонн пескосоляной смеси. И работали 167 единиц спецтехники. Достаточно ли этого количества – вопрос. Ведь утром воронежцам все-таки пришлось постоять в пробках. Хотя многие пользователи в соцсетях писали о том, что с особенными трудностями по пути к месту назначения они не столкнулись. По прогнозу, в Воронеже снег будет идти всю неделю. Водители призывают быть более бдительными, чем обычно. Егор Китаев, Александр Панин, 41 канал.